Наталья Рудова очень эффектная и яркая российская актриса. Природу наделила ее привлекательной внешностью, харизмой, обаянием и талантом. Казалось бы, потенциальный муж Натальи Рудовой станет самым счастливым мужчиной рядом с такой женщиной. Однако в свои 37 лет артистка остается одинокой и еще не познала радости материнства. Тем не менее, личная жизнь звезды всегда на виду, желтая пресса не забывает регулярно переписывать Наталье новые романы с коллегами и другими знаменитостями. Правда ли, что Рудова настолько любвеобильна или это лишь слухи остается догадываться, ведь сама актриса не опровергает и не подтверждает свои многочисленные романы. Популярная российская актриса никогда не страдала от недостатка мужского внимания. Вокруг Натальи всегда бьются толпы поклонников. Эта привлекательная блондинка разбила много сердец. Личную жизнь актрисы начали активно обсуждать после того, как Рудова покорила сердце Кирилла Сафонова. Он был ее партнером по сериалу «Татьянин день». В настоящий момент мужчина женат на певице Саше Савельевой. Отношения Сафонова и Рудовой не привели ни к чему серьезному. После расставания блондинка недолго была в одиночестве, она быстро нашла замену бывшему парню. На этот раз Наталья закрутила роман с российским певцом Дмитрием Колдуном. Они даже некоторое время жили вместе, но и эти отношения закончились расставанием. Поклонников актрисы и певца такая новость расстроила, ведь они были очень красивой и гармоничной парой. Дмитрий Колдун отлично подходит на роль будущего мужа Натальи Рудовой, но все сложилось иначе. В 2010 году пара распалась. В 2013 году артистка выложила в Инстаграм снимок с актером Марио Кассесом, который подписала «Мой парень». Такое заявление удивило подписчиков, но еще больше удивился сам актер, когда новость дошла до него. Он заявил, что с российской актрисой у него нет никаких отношений. Кроме того, у него есть постоянная дама сердца Мария Вальверде. В 2016 году журналисты заметили актрису в компании певца Кирилла Туриченко. Они зажигали на вечеринке и целовались. Естественно, это породило слухи об их отношениях. Позже Наталья заявила, что между ними нет ничего, кроме дружбы. А страстные поцелуи стали результатом алкогольного опьянения. Дальше у Рудовой завязались теплые отношения с музыкантом Артемом Пиндюрой. Их совместная жизнь продлилась порядка года. Неудивительно, что поклонники ждали, когда же пара узаконит отношения и у них появятся дети. И Артем даже решился на этот ответственный шаг. Он предложил Наталье руку и сердце, но девушка ответила отказом. Это стало финальной точкой и пара рассталась. В 2017 году личная жизнь Натальи Рудовой опять стала одной из самых обсуждаемых тем. Девушка сначала выложила в сети фото с актером Микаэлом Арамяном. Затем в Инстаграм появился снимок, на котором у актрисы заметен небольшой животик. Естественно, поползли слухи, что девушка беременна. Поклонники Натальи еще не успели порадоваться за будущую мать, как оказалось, что живот не настоящий, а просто грим, необходимый для новой роли. А Микаэль Арамян не новый возлюбленный, а напарник по съемкам. Актеры вместе играли в фильме «Любовь в городе ангелов», исполнив главные роли. В том же году подписчики заподозрили Рудову в романе с комиком Женей Синюковым, однако актриса опровергла эту информацию. Однажды девушке даже приписывали роман с Захаром Соленко, участником шоу «Дом-2». Молодой человек написал актрисе сообщение в соцсети, что и спровоцировало слухи. Актриса очень любит провоцировать поклонников. Подписчики активно следят за ее личной жизнью, интересуются, с кем встречается. Наталья Рудова собирается ли она выходить замуж и заводить детей? Видимо, чтобы поклонники не скучали, актриса иногда подкидывает им информацию для размышлений и рождения новых сплетен. 1 апреля 2020 года Рудова выложила в Инстаграм фото с округлившимся животиком. При этом женщина держит в руке бутылку крепкого алкоголя. Подпись к фотографии гласит «Ну что же, прекращаю постить, заготовочки и начинаю отмечать. Поздравляйте!» На этот раз подписчики усомнились в том, что звезда беременна. Они предположили, что это просто розыгрыш. К тому же, какая девушка в положении будет отмечать это алкоголем? На данный момент блондинка не замужем, детей у нее нет. Вполне возможно, что Наталья нарисовала для себя образ идеального мужчины, который достоин стать ее мужем. Но встретить такого в жизни ей не удается. В одном интервью звезда призналась. «Мне хотелось бы влюбиться по-настоящему, так чтобы увидеть и обомлеть. Мой избранник должен быть внешне привлекательным, как мой отец в молодости. Все женщины были от него. Без ума. Конечно, мне хочется создать семью. Но замуж выйду только. По очень большой любви. Один раз и на всю жизнь. Не хочется, чтобы все быстро закончилось, как это бывает у многих. Невзирая на возраст, Наталья уверена, что торопиться ей некуда. Ее устраивает текущее положение. Вероятно, в ближайшем будущем вновь появятся новости об очередном романе актрисы. Биография Натальи Рудовой. Дата рождения российской актрисы – 2 июля 1983 года. Ее родной город Пахтакор, Узбекистан. Семья Натальи была далека от искусства. Ее отец Александр занимался собственным бизнесом, а мать Валентина была инженером-проектировщиком. Трудилась в строительной сфере. Малышка появилась на свет, когда мама находилась в отпуске. Лишь через несколько дней Валентина с Натальей вернулись домой. Будущая актриса была непоседливым и очень активным ребенком ее фантазии. Не было границ, она любила мечтать, постоянно что-то придумывала. С ранних лет Наталья увлеклась творчеством, участвовала. Во многих детских спектаклях занималась бальными танцами. Непоседливость девочки сыграла с ней злую шутку. Однажды Наталья упала. Получив стрясение мозга, ее поместили в больницу. Врачи говорили, что осложнения травмы будут серьезные. Но девочке повезло, все закончилось хорошо. В 12-летнем возрасте Наталья пережила тяжелый период. Ее родители развелись. Девочке было очень сложно принять это. Она не могла спокойно спать. После того, как муж ушел, Валентина с дочками переехала жить в Иваново. Наталья долго не могла наладить общение с отцом. Держала сердце обиду. Только с возрастом девушка решилась выйти с папой на контакт. Сегодня между ними хорошее отношение. Рудова поступила в новую школу, при которой был драматический кружок. Девочка стала активной. Его участницей выступала на спектакле. Если раньше она мечтала стать учителем или продавцом, то после игры в театре окончательно поняла, что хочет связать судьбу с кино. Благодаря школьному увлечению, сегодня мы имеем талантливую и яркую актрису. Фильмография Натальи Рудовой В 2005 году актрисе улыбнулась удача. Наталью взяли на второстепенную роль. Телесериал «Примадонна» несколько минут на экране помогли начать карьеру в кино. В 2006 девушка появилась в еще нескольких российских сериалах. Например, «Кто в доме хозяин и проводница» в 2007 году на экраны российского телевидения вышла адаптация колумбийского сериала «Война рос» под названием «Татьянин день». Эффектная блондинка покорила сердца телезрителей и благодаря сериалу приобрела популярность. После премьеры Наталью Возвали в качестве участницы на популярную программу «Кто хочет стать миллионером» с Максимом Галкиным, чтобы отойти от созданного «Татьянином дня образа», Рудова приняла предложение на участие в съемках мистического триллера «Казаки-разбойники». Актриса продолжила сниматься в сериалах. Ей доставались и второстепенные роли, и главные персонажи «Как случилось» в многосерийной картине «Дыши со мной», где также принял участие Антон Макарский. Также артистка сыграла в романтической комедии «Третье желание» в 2009 году и «Ирония любви» 2010, где снималась вместе с Алексеем Чадовым, Гошей Куценко и Иваном Охлобыстиным. В 2012 году девушка появилась в одной из главных ролей в популярном ситкоме «Универ. Новая общага». В том же году Наталья и Иван Житков исполнили главные роли в мелодраме «Ночная фиалка». В 2015 году зрителям представили комедии «Женщины против мужчин», где Наталья выступила в одной из главных женских ролей. Экранным мужем Натальи выступил молодой актер Александр Головин. Помимо них в фильме нелись Роман Юнусов, Настасья Самбурская, Денис Косяков, Мария Кравченко и другие. Следом Рудова исполнила роль Марии, бывшей балерины, в фантастической ленте «Мафия. Игра на выживание». В 2016 году рэпер Тимати представил клип на композицию «Ключи от рая». В видеоролике главную роль исполнила Наталья. Спустя год она снялась в видео Егора Крида на композицию «Малыш». В апреле 2018 года Наталья появилась в выпуске программы «Комедий Клаб». В том же году Рудова посетила шоу, где логика на ТНТ. В феврале стартовала премьера второй части комедии «Женщины против мужчин. Крымские каникулы». В новом фильме к основному актерскому составу присоединились Мария Горбань и Вадим Галыгин. В сентябре Наталья снялась в комедийной ленте «Счастье и здоровье». В 2019 году состоялась премьера сериала «Be Happy», в котором Рудова исполнила роль Натальи. Девушке Евгена актриса появилась в нескольких постельных сценах, чем вызвала буря эмоций и обсуждение. Фильмография знаменитости состоит не только из кинокартин, но и из музыкальных видеорядов. В 2017 году Наталья снялась в ролике Анны Седоковой «Первая любовь», после чего появилась в клипе с Круджи «Руколицо». В следующем году приняла участие в съемках музыкального видео «Ты попал на песню Идыгалич». В феврале 2020 Руда приняла участие в пикантной фотосессии для журнала «Максим». Сейчас Наталья продолжает творческую деятельность, а также ведет инстаблог. На этом все. Спасибо, что слушали. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал.